Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо, Максим Радайкин. Сегодня в гостях у Геоэнергетики Иван Крот. Меня зовут Денис. Наши новые друзья представляют целую отрасль газобаллонного оборудования. И это касается каждого из нас, потому что оно используется на коммерческом транспорте, это автобусы, это перевозки, используется в такси. И многие из вас, в том числе, используют газовое оборудование на своем личном автотранспорте. И вот, господа, написали нам обращение на корпоративную почту с изложением достаточно сложной ситуации, в которую попала, можно сказать, вся отрасль. Иван, вам слово. Да, наш отрасль попала в этом году в достаточно сложную ситуацию. С одной стороны, государство выделяет в этом году миллиард рублей на субсидирование перевода на метан. Газпромы и газпромские структуры тратят миллионы на рекламу чистого газа, экологического топлива. А с другой стороны, в данный момент, на середину 2021 года, невозможно установить себе ГБО и его пройти государственную регистрацию, как положено. Мы не можем сейчас перевести вас на газ и гарантировать, что мы правильно оформим вам документы. Без этого любой гаишник вас может остановить на дороге. Соответственно, будет штраф 500 рублей. И в 10-дневный срок вы должны либо зарегистрировать, либо снять ГБО. Иначе вы будете лишены регистрационных номеров. Сейчас вот сложилась такая ситуация из-за, там, ну, как бы, Росаккредитация. В этом, как бы, участвуют испытательные лаборатории. Ну, вот, газ поставить можно, но он будет только нелегальным. Вот, хотел бы сразу зайти с такого вопроса. А в чем разница вот газ и бензин, вот именно в финансовом вопросе? Потому что я знаю, то, что обычные машины просто переоборудуются, не все, под использование газа. А насколько это большая выгода? Ну, смотрите, сейчас 95-й бензин стоит порядка, там, 50 рублей, да. Если вы используете в качестве топлива пропан, то тот же бензин вам обходился в районе 30 рублей. Вы заправлялись уже по 30. А если используете в качестве топлива метан, то бензин вам будет обходиться в 16 рублей. И так вот, на бензине мы ездим, заправляемся в 50 рублей, на пропане бензин вам обходится в 30, и на метане в 17 рублей. И, соответственно, вы можете сами посчитать, сколько у вас обходится одна заправка, сколько вы ездите в месяц, в год, и какая прибыль у вас получится от использования газомоторного топлива. Вот такой вот вопрос, а насколько это вообще сложная процедура перевод автотранспорта на метан или пропан? Думаю, Денис проще ответил, он занимается как раз установкой. Да, мы уже 15 лет занимаемся, сервис наш занимается установкой. Установка автомобиля занимает от 4 часов до 4 дней. Если брать какие-то сложные проекты, газо-дизель, то есть какие-то седельные тягачи и все остальное, ну, доходят до недели. Сам рядовой автомобиль, это то, что сейчас таксисты используют, это грузовички, газельки и все остальное, машина собирается в день. Это вот утром машину загнали, вечером готовы, заправлены, настроены, газом она уйдет от нас в день. Ну, то есть это не такая уж проблемная процедура, а если оно работает, если вот эти вот случаи, детонации какие, это в СМИ сразу всплывает, но это единицы. А если вот это происходит настолько легко, в чем тогда сложность постановки на учет? Сложность, то, что у нас действует регламент таможенного союза, да, мы в коем-то таможенном союзе, 18-й регламент о безопасности транспортных колесных средств. Согласно ему, у нас достаточно очень сложная процедура регистрации, да, получается, мы там ее расписали, можем в комментариях это для тех, кто не в курсе, чтобы они посмотрели и, наверное, удивились, да, мягко говоря, как сейчас все это происходит. В принципе, по времени это занимает, вот скольки сейчас? Ну, вот сейчас вот, да, мы пытаемся договариваться со всевозможными лабораториями, с кем угодно, там, вкладываем денег в это неимедленное количество, скажем так, и в данный момент у нас вот, мы на той неделе поставили рекорд, мы машину сделали за полтора месяца, ну, так скажем, от начала, да, и, наверное, мы сейчас, ну, чуть не первые, денег клиент потратил на это, ну, потратил на лаборатории, по-моему, там, что-то в районе 8 тысяч рублей, вот. Вот, если можно сделать еще быстрее, ну, это будет стоить уже 50, установка на машину сейчас стоит, там, скажем так, от 30, если человеку горит, он еще 30 добавляет за регистрацию, ну, то есть за одну бумагу, можно сказать. Я считаю, что это, ну, это как минимум не справедливо. Ну, то есть переделывать машину один день, ставить ее на учет полтора месяца. Это если повезет. А, это если, это еще если повезет. Да, ну, может, вкратце расскажи, как вообще система регистрации, то, что не все знают, не все с ними касались. На самом деле, мы там, как-то все это началось в 15-м году, и общаемся с гаишниками, общаемся с лабораториями, общаемся со всеми, нас все знают, круг общения большой, опять же, установщики газа, кто работает по 15-20 лет, это таких, ну, таких немного, скажем так, между собой тоже люди общаются, помогаем друг другу, как можем, всеми бумагами, всеми путями и способами. На прошлой неделе нам пришлось спать на лаборатории официальное письмо. Рассмотрение, как бы, делись на две части, да, и лаборатория выдает две бумаги. Первая бумага о соответствии, ну, то, что можно поставить газ на машину, вторая бумага, то, что газ поставили вы молодцы, хорошо поставили газ, скажем так, да. Ну, на самом деле, они эти машины даже не видят, но не стою важно, по закону эта бумага должна быть. Нам прислали письмо, что они сейчас одну бумагу могут рассматривать в течение 180 рабочих дней. То бишь, если сейчас вот, ну, запустил и пустил на самотек это дело, через 180 дней у меня могут прийти бумажки, что я могу поставить на эту машину. Разрешение. Разрешение. Разрешение, 180 дней ждать, рабочих дней. Рабочих дней. То бишь, сейчас потом 180 дней. Вторую бумагу ждем, то бишь, регистрация автомобиля у нас занимает, ну, полтора года почти. Замечательно, это уже захватывающе. А мне вот интересно, вы занимаетесь установкой газового оборудования. Какой вообще газ ставится на машины? На машины в данный момент у нас в оси ставится пропан и метан. И в ближайшее время будет еще сжиженный метан. А в чем практическая разница между пропаном и метаном, и тем более сжиженным метаном? Потому что, насколько я слышал, Газпром именно интересуется метановыми заправками. Они сейчас это популяризируют, вкладывают, ну, можно сказать, миллиардные бюджеты именно в популяризацию газомоторного топлива. И в чем смысл? То есть, с одной стороны, в отрасль вкидываются миллиарды, чтобы ее популяризировать. С другой стороны, просто наступается на горло при регистрации данных транспортных средств. Ну, если говорить про газ, есть пропан, да, он более популярный, потому что, в принципе, поставить бочку-заправку можно в любой точке России. В принципе, во всех регионах есть. И сеть заправок пропана, там частники, ну, 99%, да. Это доступный газ, так же он бытовые баллоны, он, в принципе, самый популярный у легковых автомобилей, да, назовем так, потому что он доступен и здесь. Касательно метана, ну, Газпром, как бы, его добывает, распространяет, там, вот, Европу тянет всякие, там, потоки, да. Он больше коммерческий транспорт, ну, метан, потому что, наверное, все-таки установка там подороже идет, да, и, да, бывает, ну, не на порядок, ну, там, в 2-3 раза дороже, чем на пропан, тоже машину перевезти на метан. Но метан, он, сроки окупаемости у него примерно такие же, как у пропана, ну, и потом, соответственно, вы на метане экономите больше намного, чем пропан, да. Но минус метана при всех, то, что Газпрома популяризирует, ограниченное количество заправок. Прежде чем ставить метан, человек должен решить, это ему удобно или нет, потому что мы пришли к такой ситуации, что во многих регионах там есть, допустим, 3 заправки, они загружены на 90%. Грубля, что ты поставил себе танк, хочешь, как сейчас, на лицо заправить, тебе надо там ночью как-то приехать, ловить, потому что автобусы, таксисты, сейчас очень много выпускается газомоторного транспорта уже с завода в набережных Челнах, автобусы приходят в города, соответственно, приходит в город там 100 автобусов и все, они как бы заправку это оккупировать, ты уже сам не заправишься. Сразу вопрос, просто вот у нас по официальным СМИ проходят такие вот данные о том, что постоянно идет, ну, небольшой, но рост газомоторного... Продажа метана. Да, рост идет, он не за счет перевода на вторичном рынке, да, а именно за счет того, что с завода, с КАМАЗа выходит и спецтехника, там всякие мусоросборочные, грузовая техника и пассажирская техника у завода, они идут на газомоторный. Ну, если вот такая вот цель взята, а что все-таки, что надежнее, это есть какая-то практическая разница между автомобилем изначально, на которой ставится установка для использования с газом, или тот, который переоборудуется? Ну, в принципе, по надежности они должны оба соответствовать, как бы всем правилам, да, в принципе, опять же, и СМИ мы видим, что практически нет случаев, там, каких-то нештатных взрывов, там, баллонов и прочих вещей, практически они сведены к нулю. Ну, то есть, это скорее пугалка. Серьезно защищены, и плюс еще, к тому же, они, как бы, сделаны с запасом прочности, там, достаточно хорошие. С трейкратным, если там брать пропановый баллон, то у него толщина стали, там, 2-3 миллиметра, а если брать метану, то это сантиметр практически, попробуйте ему, там, что-то сделать его, хоть, было уже, в принципе, много роликов, когда там заполняли баллон, кидали их там в костер, еще что-то поджигали, ну, сбрасывали, ну, баллон достаточно, очень тяжело чем-то пробить. Ну, то есть, данная услуга у людей, она все равно популярна? Она востребована, если вы много ездите, соответственно, или у вас машина очень много, как говорится, кушает, то люди задумываются, на самом деле, это как в магазине есть у вас скидочная карта, здесь тоже самая скидочная карта на топливо, только она получается, ну, где-то там, в 2 или, как в случае метания, в 3 раза дешевле вы заправляете. А это повсеместно вообще применяется или в каких-то регионах это более популярно? Более популярно это в нашем южных регионах, особенно там в нашей республике, Дагестан, Чечня, Осетия, там процент перейденного транспорта на газ, он под 80%, там даже люксовые какие-то автомобили, свежие, новые, все переводят на газ, потому что это популярно, модно, это, ну, правильно. Но у нас не во всей стране тепло, а как, например, в холодных регионах? В холодных регионах, та же Якутия, очень популярный газ, там есть такой еще момент, что, ну, не так много заправок вообще, да, и люди уезжают в Тундру, а благодаря газу они ставят, ну, достаточно больший баллон, даже больше, чем вместимость бензинового бака, он, соответственно, увеличивает себе пробег. Да, он может там на обычном, ну, как бы на бензине, там может проехать 400 километров, то с газом за тысячу уже, да, соответственно, уже, ну, громаднейший плюс, плюс экономия. Вообще тогда, если это безопасно, если это популярно, то в чем тогда проблема? Это кто-то может лоббировать интересы против этого, потому что, ну, Газпрому, понятно, ему интереснее развивать тогда метан, если он с ним работает. Соответственно, кто тут играет против пропана? Я не знаю, тут история с регистрацией, это не только против пропана, это против всего газобаллона, скажем так, вторичного рынка, да, получается, да, потому что он сейчас не субсидии, которые выделены, практически, ну, не работает, ну, из-за того, что нет регистрации. Получается, ну, там, выгодоприобретатели, может быть, ну, в какой-то мере лаборатории испытатели, но они сейчас тоже, в принципе, как бы стоят и там каких-то денег не зарабатывают. Возможно, это, ну, как бы, ну, говорят, да, может быть, какие-то там товарищи лоббируют бензин, ну, скажем, ну, так, да, но так вот, так получается, выгодоприобретателя такого нет. Нет, просто здесь, я надеюсь, что ситуация просто бюрократическая, скажем, и с течением обстоятельств. А вы куда-то обращались с открытыми письмами, там, депутаты, чиновники? Да, мы обращались, вот, в ближайшее время, там, напишем последнюю комиссистацию Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, коллективное письмо, у нас есть сеть сервисов, все они под нашим письмом подписывают, что надо, ну, необходимо, ну, менять ситуацию, да, это не только наш рынок, это десятки тысяч работников, это, опять же, там, люди, семьи, это налоги, да, которые мы платим государству, это не исполнение программ президента. Выделен миллиард, который, ну, при нынешней ситуации, если и останется такой, как есть, он просто, ну, не пойдет в дело, он просто останется, он, получается, мы тратим какие-то усилия, деньги, ресурсы, чтобы достроить Северный поток-2, да, об этом кричат, там, из всех утюгов, но в то же время у себя на рынке сделали все, чтобы у нас не ставили метан, тот же, куда могли бы мы у себя его реализовывать, очень странная ситуация. А в чем вообще сложность с установкой, ну, этих заправочных метановых, если с пропаном там все понятно, это, то есть, просто газ под давлением, то какая история с метаном, почему его так мало заправок? Ну, потому что большая часть заправок до недавнего времени принадлежала только Газпрому и Газпромским структурам. Сейчас они допустили частные бизнесы, их ситуация потихоньку меняется, плюс есть госсубсидии на постройку заправок, но большей частью за это отвечает Газпром, там очень, насколько я знаю, очень долгий этап согласований. Чтобы подключиться, грубо говоря, к трубе, поставить заправку, там 3-4 года, как правило, проходят. Даже у Газпрома. Даже у Газпрома это все очень долгий-долгий процесс, потому что очень много надо согласований пройти, чтобы подключиться к трубе, чтобы аквакировать себе некий объем, и там у них еще такие условия договора, там, ну, подписывайся под объем, если сделал меньше штраф, сделал больше, тоже штраф. Должен еще вот угадать, сколько ты кубов метана реализуешь, да, реализуешь. Ну, Газпром, все знают, такая структура многоликая, большая, и все-таки некоторые процессы там происходят вот так очень долго. Ну, я понял, то есть обычный транспорт, он в районе от 2 до 80% на газу используется. А что касается коммерческого транспорта, какая там средняя температура по стране? Ну, коммерческий транспорт, если возьмем бензиновый, там, наши газели, да, допустим, то газель на бензине, это для ее владельца, это просто черная дыра, на самом деле, по расходам. Соответственно, если мы возьмем бензиновый коммерческий транспорт, то он, ну, не знаю, у меня в процент тяжело, думаю, под 90% особенно те же газели, потому что человек, который приобретает газель и использует ее в коммерческих целях, он, соответственно, первым делом, если она не на газу идет с завода, первым делом ставит газ всегда. Просто что-то, чтобы сократить расходы. Да, тупо сократить расходы газели, как мы знаем, она порядка 20-25 литров бензина расходует, если, ну, соответственно, понимаете, там очень большие издержки получаются, да? Но у бизнеса не бывает издержек, бизнес всегда закладывает свои издержки в цену конечного товара. То есть, если транспортная компания не может экономить на бензине, она поднимет цены. Поднимет цены на перевозку, значит, вырастет цена того, что они перевозят. То есть, в принципе, ограничения по переводу на газ, это, наоборот, раскручивает инфляцию, то есть увеличивает скорость роста цен. Да, снижает конкурентоспособность наших перевозчиков, еще можно так сказать, на самом деле. Сейчас очень много вкладывается в строительство дорог, развязок по всей стране. Громаднейшая стройка, в том числе, чтобы сделать, вот с Китаем есть шелковый путь, да, Китай, Западная, Германия, да, чтобы по России были скоростные дороги, инфраструктура вся, и вот с одной стороны делать, с другой стороны, вот такой тормоз в переводе на газ, ну, заканчивая коммерческий транспорт, да, если берем бензиновый коммерческий транспорт, то это, ну, 90, наверное, процентов, это все уже переведено, переводится, да. Если берем дизельный, то здесь очень маленький процент, только в последнее время начались потихоньку переводы на газодизель. Иван, такой вопрос, вот в связи с этой вот перипетией с регистрацией, а можно ее как-то упростить, чтобы она была более логичная, вот с вашей стороны, со стороны установщика, чтобы, как ее можно оптимизировать, чтобы и государство знало, и это было безопасно в первую очередь, и как все это стоит выстроить? Давайте расскажу, мы, как вы уже говорили, да, в таможенном союзе, у нас действует регламент таможенного союза. Посмотрим, как стать дела в самом таможенном союзе, кроме России. Если брать Армению в Беларуси, то там регистрация вообще никак не происходит. Люди ставят газ и ездят. Если брать Киргизию и Казахстан, то она там в два-три раза проще, чем у нас, и быстрее. Там в Казахстане, в частности, ты электронно на местные госслуги заполняешь заявление, отсылаешь, тебе все зарегистрируешь, что хочу поставить газ. Приходишь с этой бумажкой к установщику, тебе ставят газ. После едешь там местную, типа техосмотр, лаборатория. Они, да, посмотрели сверху, номеров провели, новый баллон. Все, тебе выдается бумага, и ты едешь в МФЦ, получаешь новые документы. А все про все, там полдня уходит, и где-то 3,5 тысячи рублей на наши деньги. В Киргизии там все сделано в одном окне, как бы в одном месте заплатил, но если не надо, тебе выдали новую бумагу. Все, как происходит в таможенном союзе. В Европе, если брать две самые, ну, лидеры по газобаллону оборудования, это Италия и Польша. В Италии ты приезжаешь на сервис, ставишь газ, тебе выдают все документы, сертификат на оборудование, на баллон, сертификат сервиса. Едешь в местный, там, ну, не знаю, МФЦ, либо не МФЦ, МРЭО, так называемое местное МРЭО, платишь 110 евро пошлину, тебе, опять же, сверка там номеров, да, что на эту машину, правильные номера, там это оборудование, оборудование, документы на него все есть. Тебе выдают в течение часа новые документы. Как происходит, ну, последняя Польша, она там, наверное, одна из самых газовых стран Европы, там очень много заводов по газобаллону оборудования, и очень популярен газ. В Польше, как делается, тоже приезжает сразу в сервис, ставится газ, сервисный центр выдает документы, сертификат на оборудование, паспорт на баллон и копия бумаги, что комплект ГИБО, который поставили, был официально куплен, ну, соответственно, налоги, ну, фактура, или что все налоги заплачены, ну, не контрафакт. С этими бумагами просто едет в МФЦ, ему бесплатно выдают свидетельство, что машина на газе. Все. Как происходит у нас? Вот Денис поподробнее расскажет. Пройти другиада, да? Да, да, да. Расскажи, как происходит. Сначала, да, задумывался я о установке ГБО, как мои действия. Пишу официальное письмо, запрос в воспитательную лабораторию, то, что я ему хочу ставить газ, дайте мне приговорить на техническое заключение, что, возможно, установка ГБО на мою машину. Пишу заявление, плачу денег, мне присылают эту бумагу, через какое количество времени, это непонятно. Вот, я с этой бумагой иду в ГАИ, пишу заявление, что я хочу поставить газ на машину, дайте мне написать, я пишу заявление на то, что я буду ставить газ. Принимает технодзор документы, сверяет, смотрит, все отлично, все нормально. Идите, ставьте газ. Ко мне приходит человек, я ему заполнил, я поставил газ, выдал свою кучу документов, он с ними уходит от меня, и начинается следующий этап. Он идет, потом пишет второе заявление в воспитательную лабораторию. Мне нужен протокол технического испытания, что все хорошо у меня. Ну, платит денег, да, не поймя куда-то. Ему эта бумага каким-то образом доставляет. Ну, не знаю как, неважно. Представит бумагу ему. Он с этой бумагой потом идет опять в ГАИ, проходит техосмотр, платит госпошлину, и идет в ГАИ. Пишет заявление, что ему нужно, заявление на выдачу свидетельства о том, что я все, вот у меня все нормально. То есть уже пачка собирается такая там уже, ну, листов на 20 уже бумаг, а то и на 30, в зависимости, какое оборудование, сколько сертификатов к ним прикладывается. Ну, и потом ГАИшин все дело, документы принимает, он дело все сканирует, проверяет туда-сюда, отправляет в управление ГАИ Московское. В Московском ГАИ еще раз все дело просматривают, присваивают номер, в общероссийскую базу заносит, возвращает обратно в ГАИ местное. Алло, да, там, Ван Иванович, ваша бумага пришла с Москвы, забирается. Приходит Ван Иванович, забирает эту бумажку формата А4, сзади с печатью, то, что все ништяк, все соответствует, все хорошо. Вот, и, ну, соответственно, да. Потом с этой бумажкой записывается через госуслуги в МРЭУ, и едет уже машину, показывает то, что у меня ГАЗ стоит, у меня все официально бумажка, ему тогда делают отметку. Вот, если, допустим, сейчас рядовому человеку, да, там, ну, можно бумаги эти даже, там, будет вам ради прикола потом показать, разложить. Если мне это приспичило, я бы сказал, мне ГАЗ не нужен. Вот, честно. Соответственно, да. То есть, таких, как я, установщиков, практически сейчас каждый сервис пытается, чтобы выжить, он занимается сам этими бумагами, подготовкой этих бумаг. То есть, сейчас заявление, допустим, человек ко мне приезжает, я ему даю бумажки, вот, там, образец, шаблончик, вот, садитесь за стол, напишите себе бумажки, я сам отправлю, куда надо. Вот. Если у меня есть возможность, да, там, заявление в ГАИ закинуть, да, там, человек, напишите мне доверенность. Доверенность пишет срокописанная, она в свободной форме. Я Иван Иванович доверяю Денису Константиновичу, что он за меня в ГАИ сходит, будет прилицать мой интерес по переоборудованию. Я сам сдаю в ГАИ, мне недалеко, мне не в облом, меня там знают. Я приехал, ГАИшнику все документы отдал, посмотрите, пожалуйста, у нас все хорошо, да, все хорошо. Все, мне там будет, как информация, звоните, вот, телефонный клиент, а мой телефон у вас есть. То есть, вот эта вся движуха, мы сейчас установщики, как будто мы эти деньги требуем с людей, да, вот они сейчас там все кричат, вот такие там установщики, вот у них регистрация стоит. У меня регистрация ничего не стоит. Я совершенно вам делаю бесплатно. Я вам обязан выдать все бумажки, выдать все карты на оборудование, на баллоны, на свои, чуть ли не анализы, короче, я должен, я обязан это выдать вам. Я вам дам их совершенно бесплатно. Но, весь вот это, все круги ада, это вам можно будет пройти самому, либо я это, либо я это возьму максимально на себя, и я с этого не зарабатываю ни копейки. Это вопрос. Сколько стоит вообще обеспечить, ну, в среднем, средний чек постановки машины на газ? Мы сейчас берем, вот мой сервис сейчас берет 7 тысяч рублей за пакет документов. Ну, это, это за документарное. А вот именно поставить железо. Ну, средний чек. Пропан 30-35. Пропан 35, да. Сейчас с нынешними там ценами на металл, это вообще, ну, 35. Если мы берем 40, плюс десятка на оформление документов. Извините. Люди, кто ставят газ, люди, которые считают деньги. Это не, это не человек, который купил магнитолу за миллион, там, да, ну, неважно, что он там купил. Это люди, кто считает деньги. И вот поставить за 25 тысяч можно газ, это будет китайское оборудование. Люди его, к сожалению, ставят. Ну, потому что не знают, что они ставят. Поставить нормальный оборудок, будет стоить 35. Если поставить премиальный класс, будет 40 стоить. Ну, там 40-42. Если говорить про метан, то там особой экономии никакой не выкидываешь. Там баллон стоит космических денег. Средний чек 85 тысяч рублей на легкого машина. А срок окупаемости? Пропан экономит. Если, да, ну, какую-то взять конкретную машину, ну, давайте возьмем там такси, да, выбрать, говоря, фундайз Солярис. Бензин ужрет по городу 10, 95-й бензин. Посчитать все это дело, ну, все считалось, на самом деле, я скажу. Ну, в среднем. Экономия с километра, 2,20 экономит он на при переходе на пропан и порядка 3 рублей экономит с переходными метан. то есть, можно сказать, где-то полгода, год отобьет. Такси 150 тысяч пробегов, если машина работает. То есть, еще быстрее. Буквально 3-4 месяца. Такси 3 месяца, да. То есть, и это, ну, как я уже говорил, просто, чем больше заработает человек в эти же деньги, тем меньше он будет увеличивать стоимость своих услуг. Он увеличит свои доходы. Он не увеличивает стоимость услуг, он увеличит свои доходы. Человек вложился, человек потратился. Он сначала купает, а потом начинает просто экономить. Это, например, конкретно у человека-таксиста. Про экономию именно, что касаемо самих организаций. 3 плензавода. У одних стоит газ, у других не стоит, и там кто-то думает об установке. Скажем так, у одних молочко 50 рублей цельное из-под коровки, у других стоит газ на машине. У них ГСМ это ну, это колоссально, это основная статья расходов на любого транспорта. То есть, 50 рублей стоит молоко, и 55, у кого газа нет. Оно все заложено. Стоимость, как вы говорите, да, это бизнес, понятно все. Хлебокомбинат. У одного хлебокомбината машины свои, частные, ну, свои, да, хлебокомбинатные, они ездят на бензине, и у них там, вот они пытаются сэкономить. Закупьте чего-либо, да, покупай плохой бензин, я не знаю, покупай плохую муку, все что угодно, да, и у них батон в итоге все равно стоит 20 рублей. У того, кто-то, частники, у них свои маленькие хвапикалинки, у них там есть вот, там, 4 машинки, тоже мои клиенты. У них все там, и 4 газелюшки, они все на газу, у них все замечательно, все отлично. У них вкуснейший хлеб, он стоит те же самые 20 рублей. То есть, все просто. Все просто. На чем-то экономить и вкладывать, либо в развитии, либо где-то деньги есть. Ну, то есть, так или иначе, это касается всех. А вот сейчас вот, вы говорили о том, что в ваш союз, объединение, входит порядка 70 точек установки. И насколько снизились темпы вообще установки газового оборудования в этом году? Она практически близка к нулю. Количество установок в этом году, особенно там последние месяцы, там май и сейчас июнь, они, как бы близко. А было сколько? Ну, чтобы понять разницу. грубо говоря, там наш там сеть стал там 700 автомобилей в месяц, 700, там 600, да, где-то больше, где-то меньше. Сейчас это меньше 100. То есть, меньше 100 автомобилей в месяц. То есть, 7 раз просто падение. Ну, везде у всех такое громаднейшее падение. Если там сервис обычный, там 2-3 машины в день ставил, да, в день, да, соответственно, сейчас эти 2-3 в лучшем случае в неделю. А у кого-то и в месяц. Ну, просто, благодаря тому, что наша ГИБДД все-таки работает, особенно там она проверяет таксистов, коммерческий транспорт, да, и люди не рискуют сейчас устанавливать газ без регистрации. Потому что, ну, как я уже говорил, штраф небольшой, 500 рублей, но могут снять номера через 10 дней. Я могу добавить одну интересную вещь. у нас очень большая страна и, допустим, если, ну, живу я в Подмосковье, я поехал куда-то там на юг, и у меня в Ростовской области в Гаечном Гальту у вас газ зарегистрирован. Он мне выписывает предписание в 10-дневный срок демонтаж сделать. Я не могу дома снять газ у себя показать. Мне нужно поехать в то праворазделение ГАИ, где меня поймают. И там предъявить, то есть, да, показать, что я исправил. Если в 10 дней ты не успеваешь, они просто передают ваши дела в муравы и аннулируют регистрацию. в общем и целом ситуация мне ясна. И, по сути, здесь можно только дать большой резонанс именно вот этой проблеме. Мы еще не договорили, как ее исправить можно, да, исправить, ну, наше предложение, которое мы там будем по максимальному везде распространять, все-таки, ты не знаю, прекратить, перестановить действие данного регламента и его изменить. На самом деле, в нынешней ситуации лаборатории испытательные у нас всего порядка 20 лабораторий по всей стране. На всю страну. На всю страну. 22 лаборатории на всю страну. И если вот так вот с 1 июля новые требования, да, если сейчас они все делают лаборатории по фотографии, представляете, лабораторию оценивают правильность установки и качество по фотографии. Это очень, ну, достаточно такой интересный, такой забавный в кавычках факт, да, то с 1 июля машины обязаны приезжать в лаборатории. И это должно фиксироваться, что именно в этой лаборатории машина была в это время. Какое-то время, ну, как техосмотр у нас с октября так же хотят. Соответственно, имеет 22 лаборатории на нашу громадную страну. Ну, вы представляете, грубо говоря, Камчатка, Сахалин, Якутия, там, Дальний Восток. им придется гонять, ну, грубо говоря, там, в Новосибирск за 5000 километров, два раза гонять машину. Ну, так, для разминки. Вот, чтобы скучно не было совсем. Чтобы скучно не было, гонять, надо в ближайшую лабораторию, там, не знаю, записываться, там, наверное, будет запись, там, на год, на два, на три, вперед. Соответственно, мы вот читаем наш Союз, что, ну, как бы, эти лаборатории, на самом деле, ну, исполняют, как сказать-то, по фотографии оценивать качество установки и, там, ну, заполнять, там, сколько, пять-шесть листов, протокола. Никаких, вот, лабораторий, в моем понимании, наверное, у всех, да, должна пролить какие-то измерения, да, и Саунтикс, там, с голосом, с техрегламентом. Здесь никаких замеров, там, скажем, ну, как вот, они не производят, ну, от слова, совсем. Вопрос, а зачем нужны эти лаборатории? Для чего? Мы создали такую громоздкую систему, не имеющую аналогов в мире, и сделали все, чтобы, ну, запретить перевод. Вот, со стороны выглядит, как бы, именно так, что кто-то создал именно непреодолимый барьер, чтобы он, в теории, его можно было сделать, а на практике ты просто передумаешь еще в начале, чтобы просто, как бы, убрать данную отрасль. Ну, надеюсь, что не так. Выходит так, но надеюсь, что не так. Надеюсь, что не так, что все-таки это, ну, там, бюрократия истечения обстоятельств, что так пришло, потому что часть вот есть комиссия таможенного союза, часть есть тут наша Росаккредитация, часть ГИБДД, ну, там, много различных структур завязано, да, у нас, знаете, между различными естествами, это разные нестыковки. Так вот, что мы предлагаем, да, чтобы, ну, сделать там по европейскому варианту, да, мы всегда же там в Европе, Европа, вот, как бы, в Польше или в Италии достаточно все просто. Сделано после установки ГИБДД, можно приехать на техосмотр со всеми документами, которые выдает установщик, там, форма 207-208, паспорт, соответственно, баллон, сеть вкат на оборудование и доказательство того, что он официально купил оборудование, да, после прохода техосмотра, соответственно, приезжать в РЭО, платить пошлину, там, не знаю, там, 3-5 тысяч рублей, да, и спокойно регистрироваться. Ну, как делается, ну, в самых развитых газовых странах Европы, в Италии, Польше. Потому что, что получается, человек тратит, там, 10-15, где-то, вот, 7 тысяч рублей, да, на регистрацию. Из них госпошлины, это 1650 рублей. Да, считайте, из 12 тысяч, 1650 госпошлины, а 10 тысяч, это непонятно кому, непонятно за что, непонятно куда государство, ничего с этого не получает. Ну, понятно, мы со своей стороны тоже постараемся максимально данный ролик распространить, попросим наших зрителей именно подключиться, написать комментарии, репостность это в себе, в социальной сети, потому что это касается каждого. Вот, это весь коммерческий транспорт, это большая часть такси. И, когда наступит тот момент, когда новые машины не смогут заменять старые, пойдет удорожание очередное, вот эти вот 10, 20, 30 процентов, на все, это только запустит инфляцию. Ничем, это никому не поможет. И ждать, что ситуация сама по себе решится, по-моему, не стоит. Уже мы ждали, 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 и дождались до того, что, ну, реально это называется коллапс, да, все, установок нет, ну, невозможно поставить и зарегистрировать газ, практически. Это надо быть, либо каким-то фанатом, либо уже так, ну, многие просто, кто сейчас переводится, ждут документов, они уже привыкли ездить на газе, они уже по-другому не мыслят, они не могут заправляться бензином, чисто психологически. Подойдемся. За 50 рублей, они там, кто на метание, особенно, они там по 17 заправляются, это 50, в три раза, просто себестоимость перевозок возрастает. Будем дожидаться, ну, на этом завершим, наверное, на этой волнующей ноте поблагодарим наших зрителей, попросим еще раз сделать репост в свои социальные сети, поставить лайк и обязательно написать комментарий, потому что эту ситуацию нельзя просто оставлять без внимания. Спасибо, до новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова